Итак, ребята, с началом трудового дня пошли коленочки выше, поднимаем, мальчишки и девчонки, веселей, веселей, бодрей. Виталий Семенович, осторожнее, у вас бедра, ручки в стороны, в стороны ручки, теперь вверх, глубокий вдох. Виктор Андреевич, а вы, а что с вами, все хорошо? Я, я Николай Сергеевич. Нет, Николай Сергеевич, это наш врач, а вы Виктор Андреевич. Николай Сергеевич. Николай Сергеевич, это наш врач, вы Виктор Андреевич, у вас просто приступ, все будет хорошо. Андрей! Пойдем, пойдем, пойдем туда. Че такое? Пульса нет. – Вызывай скорую. – Ага, сейчас. Анатолий Юрьевич! Здравствуйте, я ваша новая домработница. Анатолий Юрьевич, я ваша домработница, Ксения, все хорошо. Простите, пожалуйста, я просто… Вы? Моя домработница? Да, домработница, да. – Ксения? – Да, Ксения. Я просто, когда вошла, вас не сразу заметила, а потом смотрю, вы тут, я подумала, вдруг вам плохо, я поэтому так быстро сюда прибежала. Анатолий Юрьевич, почему вы извиняйтесь? Потому что хотели помочь мне? – Получается, что да. Простите, пожалуйста. – Опять? Извиняйтесь. А слышали фразу? Тот, кто извиняется, закладывает фундамент для будущих проступков. – Да, это Амброс Бирс сказал. – Вы домработница или литература ветвь? – Я домработница, конечно. У меня просто бабушка литература ветвь. И она еще редактор детективных романов. – Вы много говорите, когда нервничаете, так? – Почему? С чего вы взяли? Нет, я, конечно, волнуюсь. Просто мы с вами первый раз встретились. Я вообще не болтушка, вы не переживайте. – Так, стоп, я вас прошу, хватит. Просто слово «паразит», избавьтесь от него. Вам бы весь словесный багаж перетряхнуть. – Так, это ваше место работы. Приступайте. – Ага. – Ой, Анатолий Юрьевич, у меня ваш наушник остался, простите, пожалуйста. – Спасибо. – А вы совсем-совсем ничего не видите, да? – А вы сами-то как думаете, а? – Ну, простите, это, наверное, было бестактно с моей стороны. Нет, я просто подумала, что вы видите силуэты и однозначно реагируете на свет. У меня просто у бабушки такой до полной потери зрения. – Не надо больше про бабушку. Начинайте работать. Для начала уберите все с полок. Эта ерунда мне не нужна. Я ее постоянно роняю. – Хорошо. А куда убрать? – Да куда угодно. – Вот этими коробками могу бы использоваться, да? – Можете. – А вы в полиции служите, да? – С собакой поводырем. – С собакой? Серьезно? – Слушайте, а вы вообще нормальная? У меня инвалидность, я на пенсии. – А, простите, пожалуйста. Вам просто так идет форма? Ой, ничего не разбилось. Извините, пожалуйста. Вот я теперь понимаю, зачем вам все это нужно убрать. Если я глазастая все это смахнула, то слепом человеку это, конечно же, не нужно. Женщина очень красивая на фотографии. Это ваша жена, да? – Это моя бывшая жена. Она работает в хранилище для улик в моем бывшем отделении полиции. Это наш сын, который уехал в другой город. Я надеюсь, больше вопросов не будет. – Извините, пожалуйста. А, последний вопрос. Простите, правда, последнее, честное слово. А где я могу чистящие средства все взять? – На кухне, под раковиной. – Ага, поняла. А вас, если что, где найти? Кость вины у Лиги указывает на него, и таких совпадений быть просто не может! Никита, я прошу тебя, продолжай копать. Я уверен, что это он. На сегодня вы свободны. Двором займетесь завтра. – Анатолий Юрьевич, у вас все в порядке? – Я немного повздорил со старым другом. Я справлюсь. У вас все? – Да. – Тогда до свидания. – До свидания. – И запомните раз и навсегда. Никогда ничего не смейте двигать в моем доме! – Набери Лидию. – Звоню, контактуйте. – Да, Толя. – Мне нужна твоя помощь. – Хорошо. Держи. Субтитры. Продолжение следует... Анатолий Юрьевич, доброе утро. Я вам пирожков напекла. С мясом и с капустой. Спасибо, не стоило. Сколько я должен вам за продукты? Нисколько. Это мое вам угощение по рецепту бабушки. Это правда очень вкусно. Попробуйте. Все, я молчу. Вы делаете успехи. На сегодня у меня к вам только одна просьба. Если вам, конечно, не сложно, пожалуйста, отнесите вот этот подарок моему лучшему другу. Иванову Сергея Алексеевичу. Запомнили? Да, Иванов Сергей Алексеевич. Он живет в пансионате лучшие годы. Хорошо, я поняла. Вы свободны? Ксения, мое соболезнование по поводу вашей бабушки. Что? Насколько я понимаю, вы были к ней очень привязаны. Говорите о ней в прошедшем времени. Она умерла? Да, она умерла. Последние годы очень сильно болела. Я за ней ухаживала. Всего хорошего. До свидания. Да. Можно? Угу. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Меня зовут Ксения. Я домработница у вашего друга Акимова Анатолия Юрьевича. А, Толик. Давно его не видел. Он вам подарок передал. Вот, пожалуйста. Ого, это вы сами все делаете? Да. Мы стерю себе друзей на досуге. Скрашивают мое одиночество. Вот этого с саблей, кстати, Анатолием зовут. Вот этот? Похоже. А Толик не объяснил, что означает этот подарок? Не-а. Просто попросила передать. Угу. Вот этот тоже очень красивый. Пожалуйста. Пожалуйста, не трогайте. Это солдатик. Особенный. В моей коллекции. Коля. Ради бога, простите, я совсем не хотела вас расстраивать. Не извиняюсь, это так, это в этот ни при чем. Просто старики с возрастом становятся сентиментальными. За подарок спасибо. А Толику передайте от меня привет. Да, хорошо, вы еще раз меня простите. Ничего, ничего. Да, ладно, всего доброго, до свидания. Анатолий Юрьевич, я ничего не могу сделать. Против Иванова только косвенные улики. А комнату хорошо обыскали? Да мы весь пансионат прочесали сверху донизу. Ничего. Ни улик, ни окровавленной одежды. Ну, одежду можно выбросить, а улики закопать. Зачем улики оставлять? А ты о трофеях слышал? Психопаты их собирают в память о жертве. Акимов. Да, Ксения. Спасибо. Никита, ты же знаешь, интуиция меня никогда не подводила. Поверь мне, как бывшему начальнику, Иванов наш клиент. Хорошо. Мы проведем повторный обыск. Хотя бы для галочки. Молодец. Чашка на лавке. Да, конечно, мне же не сложно. Сергей Иванов был задержан по подозрению в убийстве Николая Тетерина. Одного из врачей частного пансионата «Лучшие годы». Защищать Иванова будет известный адвокат Илья Силин. Проходите, пожалуйста. Проходите, проходите. Без комментариев. Посмотрите, пожалуйста, почему вас обещали. Орудие убийства. Подарочная ручка в металлическом корпусе. Взяли первое, что попалось под руку? Я успел ознакомиться с полицейским отчетом. Так вот там сказано, что отпечатки пальцев с ручки взять не удалось. А нам не нужны отпечатки, чтобы привязать вашего клиента к месту преступления. У нас есть это. Нашли во время повторного обыска. Фигура из шахматного набора со стола жертвы. На ней микроскопические капли крови жертвы. А это нашли в квартире у жертвы. Конверт. Внутри внушительные суммы денег. А на нем ваши отпечатки пальцев. А это солдатик. Одна из ваших поделок. В прошлом такой солдатик был визитной карточкой одного известного наемного убийцы по кличке Игрушечник. Так что ж случилось? Тетерин узнал о вашем прошлом и начал вас шантажировать? Ну послушайте, что за чушь? У вас есть алиби на время убийства Тетерина? Я задремал на скамейке. Во дворе. А проснулся, когда услышал крики. Кто-нибудь может это подтвердить? Морфей! Я ведь у него был. В царстве. Дать адресок. Лейтенант. Я могу поговорить со своим клиентом наедине? Наедине. Что ж ты творишь, а? Шутки шутишь? Боясничаешь? Откуда у тебя эта фигура? От одной милой девушки по имени Ксении. Подруга Акимова. Тогда почему ты об этом не скажешь? Потому что мне плевать. Где старость доживать? В пансионате или в тюрьме? У меня никого не было. Кроме сына. Убили Колю. Вы меня подставили. Вы как вообще могли? Вы позволите мне оправдаться? Будьте добры, объясняйтесь. Хорошо. Присядьте, пожалуйста. Я прошу вас. Пожалуйста. Вы слышали что-нибудь о Игрушечнике? Нет. Это наемный убийца. Он начал убивать в конце 80-х. На его счету около 60 жертв. Вы понимаете? 60. Перед тем, как убить своих жертв, он посылал им солдатиков. Отсюда и прозвище. Игрушечник. Я гонялся за ним в течение пяти лет. И все эти пять лет он был на шаг впереди меня. Вы считаете, что Игрушечник это Иванов, к которому вы меня отправили? Год назад объявился свидетель. Единственный, кто видел его в лицо. Он был готов официально опознать его и подтвердить это в суде. Но... Но потом... Но к тому моменту Иванов уже продавал своих солдатиков через интернет. Мы, конечно, сравнили их с теми, что нашли у прошлых жертв Игрушечника. Оказался один и тот же мастер. Но этого было недостаточно, чтобы посадить его. Свидетель... Свидетель успел составить фоторобот. Но адвокат заявил, что человек с рисунка просто похож на Иванова. И все. Потому что адвокат исполнял свою работу, защищая своего клиента. А вы должны были своевременно делать свою работу. Найти улики и доказать вину подозреваемого. А не использовать меня, пытаясь подставить, скорее всего, невиновного человека. Отсылай ему свои подарочки. Слушайте, я знаю, что он убийца. Это он убил. А законные методы не позволяют мне посадить его в тюрьму. Вы ослеплены своим желанием отомстить. Я в этом не участвую. Я иду в полицию. Ксения! Послушайте. Послушайте меня. Вы соучастница. Посмотрите свой счет. Вы меня подкупить решили? Либо подкупить, либо шантажировать. На ваш выбор. В глазах следствия этот перевод будет выглядеть, как оплата за помощь в подставе. Захотите спасти Иванова, сядете вместе со мной. Вам решать. Простите, пожалуйста, Селин Илья Игнатьевич? Да. Я видела вас по телевизору, а адрес вашей фирмы нашла в интернете. Мне очень нужно встретиться с вашим клиентом Ивановым Сергеем Алексеевичем. Простите, меня зовут Ксения. А, та самая подружка Акимова. Что, хотите попросить прощения или, может быть, рассказать правду? Что вам нужно от моего клиента? Честно говоря, я сама на распутье, но привыкла судить о людях только после личного с ними знакомства. Поэтому я хочу узнать точку зрения вашего клиента. А в СИЗО провести меня можете только вы, как его адвокат. Ну что ж. Вреда от этой встречи точно не будет. Документы есть с собой? Да. Пошли. Ксения, после последнего вашего визита я оказался в СИЗО. А куда вы меня отправляете на этот раз? Майор Акимов не сообщал мне о том, что собирается вас подставить. Я просто исполняла поручение. Но на самом деле мне ясны его мотивы. Игрушечник у него многое отнял. А давайте поговорим гипотетически. Допустим, я игрушечник. Так, стоп, стоп. Сергей, не надо усложнять мне работу. Ну я же сказал, допустим. Я игрушечник. Тогда бы в свою защиту я бы сказал, что игрушечник не злодей. Нет. Для него убийство просто работа. А все его жертвы, бандиты, убийцы, вот они заслуживают смерти. В отличие от Николая Тетерина. А Акимов и его свидетель тоже заслуживали смерти? Простите, я просто пытаюсь понять, как это работает. Может быть, есть какие-то критерии? Хорошо, я повторю. Если бы я был игрушечник, сегодня я бы спросил, с чего это майор вдруг решил, что я, что я лично в них стрелял? Ну, как-то нелогично. И вообще у майора большие проблемы с логикой. Подождите, по-моему, все очень даже логично. Игрушечнику надо было убрать свидетеля. Разве нет? Это все домыслы. А сыщик должен оперировать фактами. И вот вам первый. Николай Тетерин был моим сыном. Ну, а если вкратце, я долго его не видел, а когда узнал, что он работает в пансионате лучшие годы, я поселился там. Почему вы не расскажете об этом? А вы представляете, что начнется в прессе? А прежде заслуг Николая быстро заводят. А вот о его происхождении будут помнить. Полиции произошла бы утечка обыгрушечники. Я не понимаю, почему Акимов решил, что вы убийца? Косвенные улики в квартире жертвы. Конверт с деньгами и солдатик. Я просто... Я просто хотел помочь сыну. Финансово. А солдатик просто подарок. Спасибо. Спасибо. Вот это заберите. Спасибо. Что? Сахар. А-а-а. Лидия Владимировна, вы бывшая жена майора Акимова? Мы знакомы? Нет. Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Я сейчас работаю на Акимова Анатолия Юрьевича. Вот. И он упоминал, что вы работаете в отделе для хранения улик в отделении, где он сам служил. А там мне сказали, что здесь вы обедаете. Это Анатолий вас послал? С ним все в порядке? Ну, вот это я и хотела с вами обсудить. Он мне недавно одно дело поручал. А мы отойдем. Наверное, Анатолий для меня что-то очень важное. Сидите, сидите. У меня еще следственное отдел. Улики проверить. Присаживать. А, угу. Все. Давай. Пока. Пока. Вадим, мой муж, работает начальником в хранилище для улик. Поэтому ему лучше не слышать наш разговор. Вам Анатолий про меня рассказал? Нет, я сама догадалась. А вы только что подтвердили. Вы работаете в отделе для хранения улик, и значит, вам не сложно было украсть одну из них. Да, и к тому же банковский перевод с мобильного телефона Анатолий Юрьевич вряд ли бы сделал сам. И что? Решили меня шантажировать? У вас не получится. Сядем вместе. Вы и я. И Анатолий. Ну, если надо, сядем. Но в идеале должен сесть только убийца Тетерина. Толя считает, что убийца Иванов, и я ему верю. Но он и себя в этом убедил, но он ошибается. И я уверена, в глубине души вы это понимаете. просто я надеялась, что если игрушечник сядет, то Толя сможет дальше двигаться по жизни. Он последние пять лет ни о чем другом думать не ему. Почему, по-вашему, мы развелись? Ну, вот если мы с вами ничего не предпримем, то следующие пять лет Анатолий Юрьевич будет мучиться с ожелением, потому что Иванов не убивал Тетерина. Тетерин его сын. И что нам делать? Искать убийцу самим? Да. Я подумала, что Анатолий Юрьевич работал следователем, соответственно, он разбирается, а я бы могла ему помогать, как Арчи Гудвин и Нира Вольф. Я смешной выгляжу, да? На самом деле, я очень наблюдательна и совсем не глупая. Только нам нужно убедить майора Акимова отказаться от своей предубежденности. И я подумала, что вас он послушает. Мне кажется, он вас любит до сих пор. Ну, вы еще та фантазерка. Может быть. Но я со всей ответственностью заявляю, что если вы не поговорите с Анатолием Юрьевичем, я сейчас же пойду в полицию и расскажу про подставу. И пусть сяду. Мне плевать. Как недорога нам жизнь, одно еще дороже. Провоты сознания. Еврипид. Вот Еврипидом вы меня окончательно добились. Ладно. Я долго была замужем за Акимовым и знаю, что с такими безумными спорить бесполезно. Заеду к ним вечером. Спасибо. Не за что. Всего доброго. До свидания. До свидания. И если что, я вас не простила. Просто вы единственные, кто может найти убийцу. Уже нашел. Вы натура впечатлительная. Поверили Иванову. Если человек может убить, обмануть ему ничего не стоит. У таких людей нет принципов. А у вас как будто есть подставили невиновного. Да я не слышу, что вы там говорите. Я говорю, что вы подставили невиновного человека. И ваше рассуждение о принципах куром на смех. Не надо повышать голос. Толь, она права. Ты же был блестящим сыщиком. Ну, отключи уже автопилот. Ты давно сбился с курса. Ну, посмотри на ситуацию объективно. Тетерин его сын. Это что значит? Значит, он не убивал. Или ты думаешь, он взял заказ на собственного сына? У него нет ничего святого. У него нет ничего святого. Сейчас. Сейчас до трех. С другой стороны, мотива у него тоже нет. Вот именно. Он поселился в пансионате, а мог бы попивать коктейли на пляже. Я готов допустить вероятность, что совершил ошибку. Давайте попробуем ее исправить. Но без участия полиции. Но история с подставой не должна всплыть. Ну, я думаю, что с этим никто спорить не будет. Ну, разумеется. Только давайте сразу договоримся. Я главный следователь, а вы мои глаза и уши. И вы будете делать только то, что я вам скажу, и никакой импровизации. Но ничего незаконного. Помогите мне. Все, стоп. Какие прекрасные цветы. Да. В первую очередь мы изучим жертву. Ознакомимся с его друзьями, врагами. Найдем среди них человека с мотивом для убийства. Мотив, возможности, средства. Он классик. Классика. Завтра вы пойдете устраиваться на работу в пансионат лучшие годы. Переговорите с сотрудниками о тетерине. Познакомитесь с главным свидетелем. Капустином Виктором Андреевичем. Спасибо. Но мне же придется тогда из-за агентства увольняться. Да? А в чем проблема? Устроитесь потом в другое. Ну, ладно. Пока можете считать, что я взял вас на постоянную работу. А почему нельзя съездить и просто поспрашивать? Ну, потому что вам никто ничего не скажет. У вас есть образование? Да. Я медучилище окончила. Хотела в медицинский институт поступать. Я вообще всегда мечтала быть судмедэкспертом. Но вот бабушка заболела. Это, конечно, уже не до этого было. Кстати, она под конец жизни практически полностью потеряла зрение. Меня поэтому к вам ее приставили. Медучилище подойдет. И наденьте что-нибудь поприличнее. Дайте мне трес, пожалуйста. А чем вам не нравится, как я одета? Для собеседования эта одежда не подойдет. Надо каблук повыше, юбку покороче, волосы распустите. Купите себе что-нибудь утром из тех денег, что я перевел вам за подставу. Ой, нет, извините. Я такой подарок принять не могу. А это не подарок. Я вам не папик. И что-нибудь такое нежно-голубое. Этот цвет ассоциируется у меня с вашим голосом. А сейчас давайте прорепетируем ваше поступление на работу. Представьтесь, пожалуйста, ваша фамилия, имя. Меня зовут Воронцова Ксения, я закончила... Громче! Ксения Воронцова окончила мед... Научитесь с достоинством произносить ваше имя. Жестче! Ксения Воронцова... Еще громче! Я не понимаю. Представьтесь, пожалуйста, я посмотрю на вас и повторю. Ну, это вам не поможет. Попробуем по-другому. А-а-а... Какие ваши сильные стороны? Ну, наверное, ответственные. Не-не-не-не-не-не, никаких ну! Травите своих паразитов. А что значит, наверное? Вы молодая, красивая женщина. Откуда столько неуверенности? А с чего вы взяли, что я красивая? Я считаю, что вы красивая. И с другой стороны, я считаю, что я молод. А значит, моим фантазиям нельзя верить. Жаль. Ну, ладно, хотя бы в фантазиях Побуду красивой. Вам нужен бокс. Бокс? Вы шутите, какой бокс? Я никогда в жизни не справлюсь. Я на физкультуре в школе-то хуже всех была. Бокс. Продолжать не надо. Напишите в своих мемуарах. Итак, приказ следователя. Бейте. Да ну вы серьезно? Нет, я не серьезно. Бейте, сказал. О, кулак сожмите и бейте. Ну, хорошо, еще раз. Уже неплохо. Итак, один удар, одно слово. Ваши сильные стороны. Ответственность. Трудолюбие. Хорошо, сильнее и жестче. Легко, нахожу. Общий язык со стариками. Я вас ударила прям в лицо. Ой, какой кошмар, покажите, покажите. Гениально, гениально. Хорошо, хорошо, все нормально. Еще один совет. Используйте свои сильные стороны. Вы умная и начитанная. Не найдете своих слов, используйте чужие. Да принесите мне что-нибудь. В морозилке. Лед. Лед. Да нет, пельмени подойдут? Подойдет. А кто старик? Я старик. Да как вы смеете? Евгений Петрович? Здравствуйте. Я Ксения Воронцова. У меня собеседование назначено. Не возражаете, если мы здесь его проведем? Не люблю кабинетные посиделки. Присоединяйтесь. Хорошо. Ну... Ну, вы знаете, многие наши сотрудники получают не так много денег, а работы много. Я понимаю. Не говоря уже об ответственности. Я смотрел ваше резюме. Скажите, почему вы собираетесь у нас работать? Для многих наших постояльцев лучшие годы – это последний приют. Ой. Ой. И это одна из самых простых поз. Ой. Вероятно, вы нервничаете. Почему? Если хотите, чтобы другие были счастливы, практикуйте сострадание. Если хотите быть счастливым, практикуйте сострадание. Далай-лама. Ну, вероятно, мы учились с вами у одного мудреца. Вы знаете, в современном мире все носятся с молодыми. Про стариков как-то забыли. Считается немодным за ними ухаживать. Вы знаете, у меня другие взгляды на жизнь. У меня тоже. Сначала вам придется пройти испытательный срок. И если все будет хорошо, мы возьмем вас в штат. Когда готовы приступить? Хоть сейчас. Пойдемте. Возьмите сумку. В главном корпусе расположены комнаты постояльцев, а в левом крыле проводятся процедуры и физиотерапии. Поняла. У вас здесь убийство произошло, говорят? По телевизору сказали, что кто-то из постояльцев врача убил. Да, ужасная трагедия. Я себя прям чувствую, как в детективном романе. А чем врач не угодил? До сих пор непонятно. Может быть, какие-нибудь грешки из прошлого. Тетерин раньше работал хирургом в центральной клинике. А потом ни с того, ни с сего перевелся сюда. Почему? Почему? Неизвестно. Что, нашла себе аудиторию? А это наш физиотерапевт Оленька Дмитриевна. Вправляет гости пациентам и мозги персоналу. Новенькая. Да, здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Купить себе наушники, а тут ее болтовни скоро на стенку полезть. Воды льет, как Ниагарский водопад. Хорошо, сегодня поработали, Виктор Андреевич. Отдыхайте. Отдыхайте. А я сейчас понесу ваше лекарство. Виктор Андреевич Капустин? Я знаю, что вы видели тело доктора Сетерина после убийства. Было, наверное, очень страшно, да? Оля? Нет, меня зовут Ксения. Оля, что ты делаешь? Оля, не глупи. Положи это. Ты что, совсем, совсем с ума сошла? Ты что, убить меня хочешь, а? Ну, ну, хорошо, Виктор Андреевич, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все свои, Виктор Андреевич. Все хорошо. У него тяжелая форма Альцгеймера. Наверное, переживает что-то из прошлого. Все хорошо. Все хорошо. Ксения? Да, я тут. Что-то горит? Нет, я глажу. Горячо. Вы шрифт Брайля читаете? Ну, я учусь. Смотрите, я пометила каждую вешалку, чтобы вам было проще одеваться. Мне кажется, здесь написано синее. Совершенно верно. Такое ароматное и очень мягкое. Я перестирала ваши рубашки с кондиционером. Ну, не мните. Докладываю. Я познакомилась с Капустиным. И у него Альцгеймер. И во время приступов он переживает воспоминания из прошлого. Я читал об этом. Это достаточно обычное явление. Но вот сегодня во время приступа он вел себя как будто бы жертвой перед нападением. Ну, он жив и здоров. А значит, на него никто не нападал, ведь так? Это логично. Я предположила, а может быть, он слышал разговор Тетерина и убийцы и спроецировал на себя? Я читала, что такое возможно, если сильный стресс пережить. А вот это гениально. Вы молодец. За один день вы добились большего, чем ученик Никита Брагина. Тогда еще деталь докладываю. Он упоминал имя Ольги. Как будто бы Ольга на него нападает. А во всем пансионате есть только одна Ольга. Коптева. Физиотерапевт. Я не знаю, как она связана с Тетерином, потому что близко пообщаться мне пока не удалось. Но я планирую завтра познакомиться. Завтра похороны Тетерина? Я думаю, она пойдет на кладбище вместе с другими его коллегами. А может быть, там будут коллеги с прошлой работы Тетерина? Он до этого работал в центральной клинике хирургом. Говорят, сам уволился. Хирурги просто так не увольняются. Завтра поедем в центральную клинику. Я хочу поговорить с главврачом. Хорошо. Вы молодец. Отдохните, сходите куда-нибудь. Да, я особо никуда не хожу. Это на вас похоже. Тут может даже слепым не быть. Простите. А как вы отдыхаете? Книжки читаю. Может, еще фиалки выращиваете? Очень смешно. Нет, я не критикую ни книги, ни фиалки. Просто мне кажется, в вашей жизни немного недостаёт физической активности. А как насчет того, чтобы возобновить наши уроки по боксу? А вы знаете, мне понравилось вас бить. Зря предложил. Так, начнем с простых комбинаций. Дернули левый. И двойку. Раз-раз. Правую ногу подворачиваем. Все. Я процесс контролировать не могу. Под вашу ответственность. Знаете, а я тут подумал, вот этот ваш бэкграунд в виде книг и фиалок может быть не так уж и плохо. Вы же чистый лист. А вот общение с дураками могло бы вас погубить. Да вас послушать все дураки в этом мире, кроме вас. Не, ну не все, конечно. Но их много. Вот скажите, у вас в школе были подруги? Конечно, были. Ну, не дуры ли, а? Ну, совсем не дуры. Уйдете, небось? И где же они теперь? Кто-то из города уехал. Кто-то семьей обзавелся. А-а-а. Ну, а, друзей я так и не завела. Кстати, я же вам блинчики испекла. Они, наверное, стыли совсем. Блинчики. Вы меня на убой кормите, да? Ну, если вы не хотите... Нет-нет-нет-нет, я не отказываюсь от блинчиков. Нет. В моей жизни и так немного соблазнов, чтобы отказываться. Вкусно пахнет. С грибами. Ну, почти. А что мы сели-то? Продолжаем тренировку. Ага. Давайте, 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 давайте. Речь, работаем. А что вы еще умеете готовить? А вы что любите? Я могу вареники слепить? Пельмени? Хотите манты? Да. Нет, стоп. Я не могу все время питаться мясным или мучным. Организм должен отдыхать. Вот моя Лидия, она увлекалась здоровым питанием. Там спринг-роллы, смузи, сыроедческие каши. Я изучу этот вопрос. Нет, не надо. Не надо. Слушайте, а если меня спросят, когда я на похороны к Тетерину приду, что я там делала, мне что говорить? А вы пришли не на похороны к Тетерину. Вы пришли к вашей бабушке. В смысле? Так у меня бабушка вообще в другом месте похоронена. А вы фантазируете. Как в книгах. Я это не я. Понимаете? Да. Моя бабушка это не моя бабушка. Я поняла. Продолжайте тренировку. Левый. Левый, правый. Коля Тетерин был блестящий хирург. Что называется от бога. Так а почему он ушел? Пациент у него умер. Прямо на операционном столе. Коле тогда не сладко пришлось. Мы всю вину хотели повесить на него. Но там анастезиолог ошибся. Коля сильно переживал. Но потом вообще бросил практику. А вы не помните, как звали пациента? Разве такое забудешь? Игорь Коптев. А сестра у него есть? Да. Ольгой, кажется, зовут. Ольга Коптева? Да. Возьмите, мне пора. Ага, да, спасибо большое, конечно. Мотив? Начальник! 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 Ольга Коптевна! Зови врача! Держись. Держитесь. Соболезну. А вы что здесь делаете? Я к бабушке на могилку приезжала. Вижу, вы тут Николая Сергеевича хороните. Угу. Это коллеги и семья. Да, коллеги, да. Семьи как таковой нет. Мать умерла. Сам не знал. Ага, я поняла. Давайте, может быть, я вас домой отвезу, а машину вы свою потом заберете. Если не затрудню. Конечно. Пойдемте тут недалеко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!